МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Ударили по рукам. Уфа с Рязанской области оштрафовал Новорязанскую ТЭД за намерение отключить город от тепла. Рядом с мусоркой на улице Быстрецкой нашли тело в пакете. Следователям предстоит установить причину смерти человека. В Рязани заработают 28 катков. Заливки самой большой ледяной площадки на локомотиве уже приступили. 212 500 рублей. Именно на эту сумму Управление Федеральной антимонопольной службы Рязани оштрафовало Новорязанскую ТЭД за намерение приостановить подачу тепла в город. Надзорный орган посчитал, что тепловики превысили свои полномочия, доминирующие на рынке компании. На первый взгляд, 200-тысячный штраф Уфас для Новорязанской ТЭД с ее миллиардной прибылью, как слону дробина. Но если знать предысторию, шаг этот, по сути, последнее китайское предупреждение. Дальше диктовать свои условия и шантажировать власть фактическому монополисту тепла никто не позволит. Еще на декабрьском брифинге заместитель главы Рязанской администрации Владимир Бурмистров озвучил журналистам всю хронологию конфликта. По сути, спор случился из-за турбины, которую Рязанская мэрия запретила выводить из ликвидной массы. Вот 9 июля подписано мной постановление о приостановке ввода. 9 июля вот на меня жалобы Минэнерго России о том, что мы тормозим прогресс. 10 июля на меня жалобы губернатору Рязанской области. А 21 июля их письмо, что они отключат город от тепла. Ну, чтобы вы понимали, из-за чего все это происходит. Для антимонопольной службы все эти хозяйственные споры значения сегодня, наверное, не имеют. Прекращение поставки тепла, да даже попытка просто заикнуться об этом – грубейшее нарушение. Поэтому здесь считают, что поступили по букве закона. Тепловики обязаны поставлять энергию, даже если платить будет, условно, только один человек со всего города. Прекращение поставки тепловой энергии тогда, когда население оплачивает, в основном, да, поставляем ресурсы, с нашей точки зрения неправильно, незаконно. То есть, Новая Рязанская ТЭЦ и теплоснабжающая организация, даже если теплоснабжающая организация должна запоставляемый ресурс, каким-то другим способом должны решать эти вопросы, не прекращая поставки тепловой энергии населения. 212 500 – это даже минимальное наказание. Если бы ТЭЦ решилась на отключение, сумма была бы на порядок больше. А там и до уголовного дела недалеко. Пока что в законную силу постановление УФАС не вступило. А спорить его, конечно, право энергетиков, вот только репутационные потери после такого будут куда больше. Идти против населения – очень странный выкрутас. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тело в пакете на улице Быстрецкой около мусорных контейнеров найден труп пожилого мужчины, завернутый в мешки. Следователям предстоит установить причину смерти. Подробности далее. Ранним утром никто не мог предположить, что после новогодних праздников, выкидывая мусор, прохожие увидят тело пожилого мужчины, полностью завернутого в мешки. При первоначальном осмотре места происшествия, каких-либо телесных повреждений, а также иных следов, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организовано и проводится доследственная проверка. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято уголовно-процессуальным законом решения. В рамках проверки следователям выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшего, причины и давности наступления смерти, а также иных обстоятельств, имеющих значение. Следственное управление обращается с просьбой к жителям города. При наличии какой-либо информации о предполагаемой личности обнаруженного мужчины или обстоятельствах происшедшего, сообщить об этом в Московский межрайонный следственный отдел города Рязани по телефону 3402-80-3401-57 или в полицию по телефону 02. В Рязани планируют открыть самый большой на территории города каток. Он расположится на стадионе «Локомотив». К заливке самой большой ледяной площадки под открытым небом уже приступили. Рязанцы и гости города смогут покататься на стадионе «Локомотив». К пятнице каток удастся подготовить, если сохранится морозная погода. Всего в Рязани решили залить 28 катков. Они появятся на больших площадках и во дворах. Этот каток уже заработал в Центральном парке культуры и отдыха. В этом году я не первый раз уже на льду. Ощущения прекрасные, погода хорошая, лед отличный. Катаюсь я с раннего возраста. Вышел я на лед первый раз со времен школы сегодня. Очень хороший каток. Мне понравились положительные эмоции, впечатления. С удовольствием думаю, что будем приходить сюда каждый день. На катках не будет прокатов и раздевалок. Такие правила установил Роспотребнадзор. Кроме этого, продолжат действовать санитарные требования. Естественно, существует режим работы катков, порядок поведения на катках. Ну и естественно, все катания, все зрительные катания с соблюдением масочного режима и также с соблюдением биосоциальной дистанции. Хотелось бы отметить, что залив катков осуществлялась подредственными учреждениями структурных подразделений. Есть культура и спорта, управление образованием, управление культурой, также действия благоустройства города. И немаловажно отметить активную позицию жителей города Рязани, которые инициативными своими группами заливали катки у себя на своих дворовых территориях. Катание на коньках по гладкому льду – это не только один из лучших способов весело провести время, но и отличная зарядка для организма. Тренеры спортивных школ уверены, что оно пойдет на пользу как любителям, так и профессиональным спортсменам. Само катание, оно как бы развивает физическое качество, то есть поддерживает спортсмена, кто занимается любым видом спорта, развитие, в общем-то, дыхательной системы, развитие физических качеств, скорости, выносливости. Поэтому кататься очень здорово. И плюс, если когда идет игра, матчи хоккейные, то здесь получаешь просто невероятное удовольствие. Сейчас функционируют уже 10 площадок для катания. На улицах 6-я линия, Стройково, Новоселов, Октябрьское, Васильевское. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте администрации города Рязани. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Юрий Дьяконов создал собственную теорию фоторепортажа. В Доме печати сегодня открылась персональная выставка фотографа после 30 лет его работы в ТАСС. Оригиналы снимков – собственность крупнейшего издания. А негативы практически полностью утеряны по воле случая. Чудом сохранившиеся дубликаты, которые удалось спасти после коммунальной аварии в квартире, можно увидеть на выставке под названием «Слепки времени». На открытии присутствовал и сам автор. Сотни километров за рулем служебной машины, многочасовые съемки, оперативная отправка материалов в Москву. Именно этот человек совершил революцию в фото-журналистике, работая в ТАСС. Когда он пришел в профессию, будучи студентом журфака МГУ, документальное, репортажное фото и фото художественное были разделены пропастью. Диаконов совместил их в единое целое. И это при том, что оснащение фотографа на тот момент было совершенно иным, нежели у современных коллег. Вот видите, здесь можно объективы положить, там, ну, раньше, что это самое, измерители света, там, масса интересных приборов, которые таскал с собой репортер тогда. Сейчас очень многие карманы, они просто не нужны. Дело в том, что техника уже совершенно на руках. О каждом представленном снимке он может говорить долго, за каждой картинкой целая история. Ведь без этой истории не может выйти результата, запечатленного на фото момента жизни, считает автор. Единственное, что поможет вам выжить в этом мире, цифровом теперь, это только работа своими убеждениями, своими чувствами. На его снимках Константин Симонов, Джеральд Даррелл в момент приезда в Рязань, молодой худрук театра кукол Валерий Шацкий. Юрий Михайлович один из тех немногих, кто снимал Олимпиаду в 80, и даже в спорте снимая, он рассказывал историю. Пейзажи, портреты, репортаж, чтобы не оказалось по ту сторону объектива, это надо любить. Вот главный залог успеха, говорит фотограф. Снимать он продолжает по сей день. Возраст, Дьяконову перевалило за 80, не помеха. Останавливаться он не собирается, а значит мы еще увидим немало запечатленных мастером мгновений. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Холодное время года – испытания для нашего организма. В это время нужно противостоять простудам и вирусным инфекциям. Для того, чтобы оставаться в строю, нужно укреплять иммунитет. Как это сделать, расскажем дальше. Иммунная система – сложный механизм. Он чутко реагирует на мельчайшие изменения внешней среды. Снизить защитные силы организма может и дефицит витаминов, стресс и хроническое недосыпание. Способов, как повысить иммунитет, есть немало. Рязанцы поделились с некоторыми из них. Занимаюсь спортом. Не пью, не курю. Вот так и укрепляю иммунитет. Витамины пью, овощи, фрукты, орехи. Гуляем много. Чай пьем, конечно. Зарядку делаем каждое утро. Поливитаминный комплекс. Добавляю скорбинки. Они как я от рождения здоровые. Спасибо маме и папе. Конечно, чтобы быть здоровым, надо начать с образа жизни. Больше двигаться, гулять на свежем воздухе и стараться хорошо высыпаться. Также помогают укрепить иммунитет цитрусовые лимоны, мандарины, апельсины, белковая пища, мясо и рыба, а также молочные продукты. Витамин Д, железо, витамины А, С, Е и целый ряд других. Безусловно, они участники иммунных процессов в организме. И их дефицит негативно сказывается на состоянии иммунитета. Но это вопрос к питанию. Питание должно быть полноценное. Рациональность, достаточное количество витаминов, железа и так далее. Витамины Д. Но, опять же, рассчитывать, что если вы будете в огромных дозах, в огромных количествах принимать витамин Д, железо, у вас сильно улучшится от этого иммунитет, это неправильно. Лучше всего получать эти витамины в продуктах питания. Хорошее лекарство для иммунитета стало неким фетишем для тех, кто хоть как-то заботится о собственном здоровье. Однако иммуномодуляторы навряд ли помогут сохранить запас сил и энергии и повысить иммунитет. Но тот, кто думает, что можно повысить иммунитет таблетками, глубоко ошибается. К сожалению, панацеи золотой таблетки, которая бы создала человеку необходимый уровень иммунной защиты, не существует. И, между прочим, иммунологи, они относятся к специалистам, которые реже всего назначают иммуностимулирующие препараты. Несмотря на то, что эффективность работы иммунной системы наполовину зависит от наследственных факторов, вторая половина целиком в наших руках. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несмотря на все сложности, которые принесла пандемия, завершившийся 2020 год стал для компании «Альянс» насыщенным и плодотворным. За прошедшие 12 месяцев компания смогла добиться хороших результатов. КОНЕЦ КОНЕЦ И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.tv. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. КОНЕЦ